привет народ привет поздравляю вас с пасхой сегодня пасха есть христианский мир празднуют воскрешение христа да так что с праздником вас всего хорошего мир вашему дому мир вам всем вот и сегодня вот я сейчас на хозяйстве наши девчата уехали в церковь скоро уже будут вот и на час дня у нас еще не час я у нас сейчас около около 12 по моему без 10 или без нас 12 на час я пригласил уже всех сюда всех нас родителей там родственников братьев там сестер кто здесь нас вот есть человек 20 будет сегодня у нас вот столы мы уже с марком поставили там все уже выставили столы там кресла диваны выставили вот сейчас я на своем я на баке арт вышел это моя жаровня вот у меня две кастрюли мясо но мясо мы будем куриное жарить я буду как шашлык жарить вот так что я уже вот это потихоньку приготовлю 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 убираю вот здоровья вот это вот и будем сейчас жарить мясо мясо шашлычок вот оно так газовый баллон у меня под низом вот открываем вас открываем вас сейчас я его включу можно включать включаем газ пошел я включаю здесь он загорается да одна штука не загорается а мы ее сейчас горелочкой подожжем залипла грязючка залипла грязючка ну ничего у нас есть вот а будем оттирать сейчас я его уберу и зажру ну а что мне не горит а есть другая у нас это не горит маркер так что мы сегодня будем будем праздновать день вроде хороший о давай 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 процесс пошел отлично положим эти штук я его сейчас накрою он чуть-чуть чуть-чуть нагреется сейчас я его почищу вот так вот такая жаровня здесь можно здесь можно жарить шашлыки вот у меня разные шампура есть небольшие такие маленькие и больше чуть-чуть но большие они слишком большие торчат наши такие тут российско-советские такие которые на на мангале на мангале жарить они большие здесь все такие трошечки поменьше вот будет дело вот так это я руки вытираю руки вытираю я я пару дней назад почухал вокруг дома растения и вот у меня тут некоторые он оле олеандр по моему мне у меня растет а я так в банку некоторые поставил думал может может корни пустит да пойдем еще вот купил купил клематиса вот клематис недавно тоже где-нибудь он 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 вьющийся надо будет где-нибудь его так чтоб он вился может быть там вокруг почтового ящика или можно какую-нибудь арку поставлю вот какие-нибудь арку поставлю чтобы он плел сам красиво цветет так вы видите вот этот нарисованный вот он вот он такой он будет вот так что посмотрим так что еще что еще что еще две кастрюли две кастрюли мясо две кастрюли мы курей купили курей сейчас он сейчас курей насадим на шампурочек не будет курин она быстрее делается и полезнее для здоровья курица птица диетическая вот так вот такие дела у нас так так что сейчас он нагревается он нагревается а я сейчас телефончик вот так я телефончик повыше будет вот так вот а то меня плохо видно я так стою вот теперь берем а жар такой а сегодня у нас ветрено видишь как весь ветер такой маркун иди сюда марк стоит поздоровайся скажи всем привет это марк наш средний вот это марк он в церковь не пошел сегодня и она оксанка и степка пошли пошли в церковь вот церковь не эту не православную что вы же тоже поймите вот в церкви все таки у нас люди у нас баптисты здесь у нас баптисты здесь у нас баптисты здесь они эти тю глядь голову не видела короче пошли они в американскую церковь сегодня вот у американцев нет православной церкви вот туда ходит галя это оксана младшая сестра муж марио зовут румынии все таки он больше лучше понимает по-английски чем по русскому приходил он приходил в русскую к нам говорит но я не понимаю это чем вы говорите понимает хорошо потому что он с детства здесь живет он не родился здесь он приехал сюда ему было летом 14 13 может быть в таком возрасте так что он по-своему по-румынски говорит хорошо и по нахи сестры хорошо говорят по-английски поэтому поэтому они ходят в английскую черкать наши девки тоже марк кстати тоже он хоть и говорит по-русски но лучше воспринимается все все по-английски и по-английски и церкви могут так что тут у нас как говорится протестанты 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 баптисты баптисты 50 ники там разных направлений америка вся состоит из протестантов есть в америке и православные церкви есть у нас православная церковь есть но она не чисто православная церковь как россия на старо старообрядческая православный так что по моему еще вот до тех вот реформистских когда православная церковь реформировалась вот у вас в россии сейчас там по-моему этот новая реформе реформированная уже к этому там 200 лет назад да помогла реформация а у нас еще остались у нас есть у нас есть из как их называют и а веры это само собой старая вера вот а есть вот это у нас называется old был и варс ортодокс рашен черт что есть вот сторон староверческая русская православная церковь ортодокс это не еврейские ортодоксы нет в английском переводе ортодокс это имеется ввиду православная рашен ортодокс черт называется русская православная церковь есть у меня вот такие еще шампура вот они говорил вот они вот такие как у нас знаете делают у нас там россии на такие хорошие куски мяса на на мангал на хороший на такой на мангал но вот на эту штуку они не очень подают потому что можно положить но вот его вот эта часть получается вот так где там торчит с этого ну как раз в принципе ручка может даже подойти ну я буду пользоваться вот такими они меньше чуть-чуть вот они вот они они меньше они как раз полностью подходят под размер вот этого вот а этот будет будем когда мангал или когда большие слишком куски мяса будут конкретные большие куски мяса тогда может быть эти но я этим еще ни разу не пользовался я все время вот эти не пользуюсь вот ну что мне по пол барана по пол барана сюда их что ли вешать эти я не знаю это я не знаю это такие здоровенные вот этого на мне вполне хватает у меня уже хоть целый целый набор их тоже вот и вот этими буду пользоваться так что а эти ну пускай отдыхают пока все время подошло сейчас уже буду мясо насаживать так ставлю наверно вот сюда вот сюда сюда ну шо курица сделали курицу со специями вот и всего вот так мы ее вот так мы ее насаживаем готовится она быстро раза в два быстрее чем мясо вот хотя вот на этих штуках я закрою пока лучше жаром набирается огнем огонь вас конечно вас ну дымком пропитывается жирок бы бывает жирная курица ну мы жир конечно убираем вот а то он капает но у меня есть всегда с собой банка воды и я подливаю затушиваю обычно так у вас это хорошо если допустим так пар угли то это нормально здесь тоже дымком вот все вот так вот мы можем сразу же зашкварчало зашкварчало сразу уже от газа просто что хорошо газ он разогревается быстро не нужно эти угли там разогревать пока их разогреешь пока вот на любителя я думаю конечно можно конечно купить сразу угли вот эти они уже продаются угли взял поджог там все это так но лучше конечно вот мы уже мы делали на дереве конечно нормальная древесина мангал разогреваешь вот он тогда хорошо дымком пропитывается мясо пропитывается вкуснятина получается классная вот но я думаю у меня у меня мясо много я посчитал у меня должно быть сегодня 17 человек 17 может еще ну до 20 может быть еще кто придет там может некоторые придут не но основные это вот это 17 человек сегодня будет так что мы так каждый принесет свое тоже что салаты что я вот сейчас мясо сделаю там оксанка жена уже там салаты наготовила вот картошку уже поставил я включена уже почистила я поставил включил все это на собрание придет и церкви придет и начнут и потому что время идет быстро время бежит вот обычно я приглашаю и прошу чтобы все были вовремя но опять таки и люди люди в церковь ходят и не все церкви в одно время начинают не в одно время заканчивают вот некоторые вот наши русские здесь церкви в описки имею ввиду я как я не знаю этого православного храма делает он тоже самое православные в россии да вот эти вот всякие видят наверное ну там светить там нужно и все остальное вот сколько я лет в америке живу я ни разу там на таких вот не было вот мероприятиях ну тоже рано вставать надо идти туда это чисто так допустим бы мне это так чисто ради ради интереса потому что я эти все я это все это как-то так я я и в церковь хожу если только так пообщаться с нашими сушками поговорить вот такие дела так что а вы были церкви были а народ пасхи там яйца светили вот как вы соблюдаете эти все постом да там эти все остальные соблюдаете или тоже так не очень да надо делать делать огонек а то жирок капает жирок капает не нужен сильный огонь все он жарит хорошо и так жарит отлично а то я заговорился и пропустил я огонь делал большой чтобы быстрее нагрелась и я его почистил ну в общем вот этот процесс весь насаживание и жарки шашлыка сейчас у меня уже как говорится пойдет вот сезон начался все потеплело мы еще в доме пока собираемся все таки ветрено сегодня ветрено наши родители не молодые уже они не очень любят ветер сквозняки вот так что мы еще пока в доме туда дальше потеплеет что только сегодня только апрель месяц середина апреля считай еще не очень не очень ну все теплее потихонечку потихонечку теплее вот а так вот будем столы мы обычно ставим утр у нас тут трава у дома мы можем поставить и такой тент можем поставить под тентом сесть так все вариантов много разных лето есть лето или даже вообще на озеро поехать на озере еду дома приготовить а можно и на озере там тоже стоят шашлычницы не такие конечно ну там с собой нужно эти угли привозить так что я надеюсь я надеюсь лето лето в этом году хочется чтобы было хорошее теплое горячее я хочу почаще на озеро поездить покупаться позагорать вот а то у нас мы не во флориде живем это все таки пенсильвания тем более еще север пенсильвании вон у нас озеро видно отсюда вода же уже озеро ири 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 вот а за озером уже канада а там холодно а там уже до северного полюса недалеко от канады так что у нас тут но когда когда лето теплое вот весь летний сезон лето теплое хорошее озеро очень озеро очень хорошо держит держит тепло в этом году ну в этом году и зима была не очень холодная здесь и озеро держит оно и погоду делает здесь это озеро еще то как говорится вокруг озера это все скапливается испарение идет там этот круговорот воды в природе как говорится ну кто географию учил тот знает большие водоемы они влияют на погоду в регионе вот так и наше озеро влияет и тучи часто и дожди здесь часто у нас и погода очень изменчивая очень часто иногда это достает просто уже вот я помню были года когда лето было прохладное лето дождливое было задолбало это погода такая нас тогда в те годы в том году хорошая была погода мне понравилось лето умеренно дожди были тепло было всегда классно вот было классно хотелось бы чтоб такое уже было лето но у нас понимаете как у нас вот вот мы же с донбассом сами по себе мы с донбассом у нас все таки степной район там степнюки такие мы водоемов там мало так ставочки одни которые не влияют на погоду никак вот и когда там лето когда тепло то сухость сухое лето сухая погода летняя а здесь блин влажность большая понимаете вот поднимается температура и сухость сухости нету влага большая у меня даже у меня даже в доме в подвале я поставил Geek Umodifier называется то есть аппарат который аппарат который влагу удаляет из комнаты из помещения продаются которые Humidifier которые наоборот делают влагу я раз чуть когда покупал его чуть не перепутал вот там где нужно влагу делать там емкость набирается ты набираешь воду и аппарат ее испаряет в помещении а Geek Umodifier он наоборот он там емкость и он высасывает влагу классно классная вещь чтоб в подвале не было сыра вот дихий Megifire включаешь он поработает ну пусть пусть день пусть ночь поработает все помещение такое ощущение что как ну сухо так как в пустыне тепло и сухо вот здесь влажность влажность большая вроде что-то вроде и нитропики вот видите какой какой красивый да ну я так лучше это жирок чуть-чуть так оставляем жирок пускай будет основную массу жирка убрали а так по мелочи остается пускай ничего страшного так что погода у нас еще та астматикам не очень рекомендуется здесь жить на севере перескивание многие многие некоторые уезжают много астматиков здесь даже люди живущие здесь рождающиеся здесь астма у людей ну или наподобие что-то астмы такое вот астматические там всякие синдромы ну это не часть что-то конечно и погода влияет ну и мне кажется еще у людей иммунитет иммунитет ослабленный вот ослабленный почему я думаю из-за продуктов продукты все-таки в Америке я вам скажу это полная фигня да их много здесь продуктов да люди не голодные вроде здесь но то что они едят вот если так задуматься над этим то ребята лучше это не есть вот потому что не только то что может там генномодифицированное нет ну вот эти всякие добавки присадки всякие добавки красители понимаете это это до добра не доводит так уже и сам стараешься уже кушать что-нибудь вот вот та же курятина а что мы знаем что она она что домашняя что ли что ее дома кормили она что бегала по этим по полям травку щипала я не думаю массово массово разводят курт когда за две-три недели из цыпленка вырастает это что такое наверное гормоны так одна кастрюля уже мясо ушла следующая кастрюлька идет следующая так вот здесь у нас уже попа покрасивее куры кусочки вот такие уже это наверное у нас уже пошла куриная грудка она классная она вот такая вот видите она она очень такая мясистая классная классик мясистая классная на гормонах выращенная да вот а шо они для Америки говорит нормально так и хорошо так и должно быть зато никто не голодный да зато никто не голодный зато все прут все во все стороны жир прет у нас непонятно как какой сайд эффект побочный эффект этого всего кто его знает да так вот так что вроде вроде все сыты накормлены знаете богатые люди здесь не не едят то что едят все остальные во всех супермаркетах есть отделы здоровой там типа пищи они пишут там оргеник фуд такая там ну кто его знает кто там проверял оргеник оно или не оргеник как-то меня это стрёмно это не верится мне апельсины груши лежат тут себе такие простые там по 2-3 доллара за пакет а тут оргеник за 7-8 там за 6 долларов груши а как оргеник навозом удобряли что ли вы думаете да я не думаю что там поле да поле навозных груш и яблок там отдельно поле на этих на остальных всех на химии да сейчас сказки эти сказки пускай рассказывают это все маркетинг блин все это бабки делали делали бабок вот кусок мяса это оргеник курочка оргеник мы ее мы ее кормили там только зернышком да она паслась везде бегала а этот кусок курица это не оргеник она сидела в клетке и жрала только химию одну да жрала всякие антибиотики там наполнители чтоб росла быстрее да как ты пойдешь на ферму где-то там и узнаешь во первых не пустят и на километр всем фермам которые их выращивают это все дело вот а если ты соберешься выращивать что-то то тут должен купить лицензию у этих компаний выращивать по лицензии так как они хотят ну если хочешь масло брать а если ты конечно на фермер там типа сам себе делаешь все то делай как хочешь если ты кушаешь сам это мясо и масло не продаешь тут все деньги все это здесь все бабки ребята все это бабки вот лицензии лицензии покупаем все все бабки шагу не ступишь не дыхнешь без этих долбаных лицензий так процесс 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 идет курица уже и сок пускает все я уже переворачиваю эти первые вот вот так вот так вот Вот так, курица быстро жарится. Я думал поливать буду, ну что еще, да еще хорошо у меня. Рукавица деваю, горячая, шампура горячая. Жарок с курицей протекает, загорается, так что мы его дымком, дымком. Вот так, ничего страшного, нормально, нормально водой. Побрызгал его водичкой, сбрызгал чуть-чуть, охладил его так чуть-чуть и все, и процесс идет. Вот так его перевернем, вот так, вот так. Отлично. Вот так, вот так, все, все. Зато теперь будет дымком пропахшая курочка. Вот, потом можно разными соусами помазать. Я сейчас ее не мажу, потому что она обгорает, все равно, весь соус стечет. Вот. А так можно купить специальные соусы для курицы и уже после, после еды, после жарки для еды, вот, можно уже вмокать специальные горчичный соус, там, горчица с медом, там. Ну, да, хоть просто такие чуть-чуть макать и есть, какая разница. Кто на что гораздо. Соусы много в Америке здесь продается, разные, заходишь и такая целая, целая эти батареи, полки стоят с разными соусами. От горького, от острого, вот очень сильного, до самого, до такого притерно-сладкого. Американцы, они любят такой вот, смесь такой вот острого с притерно-сладким, вот такой вот она, такая мешанина такая, называется honey, honey mustard, то есть медовая горчица, вот такая вот штука. Ну, мы положили сюда, здесь перчик, вот острый здесь перчик, паприка, там, перчик, вот всякие специи здесь, здесь есть, это не просто курица. Вот, и лук есть, и специями приправлено все, вот, так что уже потом, кто каждый, как хочет, мы выставляем эти соусы, кто хочет, пожалуйста, или соус самим, просто с кетчупом. Красота, красота, вот сейчас я покажу. Опа, сейчас я покажу, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, кури, куриный шашлык, нормальный. Вот, вполне, вполне себе. Вот, вот такое. Так, ребята, первая партия уже готова. Так, Марк, дай, пожалуйста, мне пустую-ка струнку. Ага. Горячая, ребята. Горячая, ребята. Ого, ого. Начинается они с дыром. Начинается они. Пускай, пускай выгорит, пускай выгорит чуть-чуть этот. А то этот дыр, он, дыр в курики. Вот, да. Ух! Ох! Задыбил. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Я не до что увеличил. Так. Горячая вещь. Вот, все. Все, пожалуйста, шашлык готов. Вот, прекрасный куриный шашлык. Нормальный. Вот. Как я сказал, погода, конечно, у нас изменчивая. Вот, вот сейчас, вот сейчас начинается у нас опять, наверное, дождь пойдет. Наверное, пойдет опять дождик. Вот, набежали тучи. Так, ну-ка, давайте попробуем, а? Попробуем, а? О! О! То, что надо. У меня был заказ не пережарить его. Не передержать. Хорошо. Я не передержал. Вот. Ну, пожалуйста. Нормальный вкус. Все хорошо. Вот. Так что, так что, сейчас запросто и дождь пойдет. Вот. С утра было солнце, погода классная, все. А потом только раз изменчивая. Ну, конечно, весенняя, весенняя погода. Весенняя погода изменчивая. Ветер, ветерок поднялся. Вот. Видишь? Вот так что. Вот так что. Так что, ну, при такой погоде, в принципе, хорошо жарить шашлык. Ветер разгоняет дымок. И он тебя не беспокоит дым. Пусть соседи понюхают, да? Вот. К ним туда впустим. Сок у них вырабатывается. Желудочный у соседей. Вот. Вот запах от этого классного запаха. Обалденного запаха. Вот. Все готово. Вот. Все снимаем мясо. Скоро, скоро уже гости подойдут уже. Девки уже мои приехали с церкви. Вот. Там у них уже процесс идет. Приготовление всего. Так. 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 Сейчас я сюда. Переложу. Вот. Отлично. Все отлично жарится. Так. Так. И сейчас мы. Остальное мясо у нас есть. Сейчас мы его. Сейчас мы его. По-быстренькому. На шампура. Место ослободилось. Вот. Вот. Это грудинка куриная. Я уже говорил. Она без жира. Вообще жира нет. Вот. И она жарится прекрасно. На вкус великолепно. Вот. Так что. Попразднуем. Сейчас мы по-быстренькому. 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 Остальные. Дожарим. Вот. Уже те на подходе. Уже я их сейчас сниму. И как раз эти. Пойдут дальше. Жарятся. Вот. Так что. Попразднуем сегодня. Попразднуем. Почему бы и нет. Шампуров хватает. Шампуров хватает. Все есть. Вот. Мы делаем такое вот. Видите, какое мясо. Не сильно большие куски. Вот. Зачем на тот большой шампур. Он сильно широкий. И смысла нет. Вот сюда. На такие. На такое мясо. Нужен шампуру. Вот такой вот. Небольшого. Небольшого. Масштаба. Небольшого калибра. Как раз он хорошо жарит. Такие вот кусочки мяса. Небольшие. Потом ты. Во-первых. Потом его и удобнее кушать. Ты его берешь. Сразу вилочкой раз. Наколов. И в рот. Рвать не нужно его там. Мясо обычно сделаешь. Большой кусочек получается. Ну. Крупней конечно. Чем этот. Но если мы делаем на таких шампурах. То мы примерно мясо делаем. Такого же размера. Ну. Может быть. Чуть-чуть побольше. Вот. Оно же еще и вжаривается. Оно же. Смотрится сейчас так. А уже на шампуре. Оно уже. Уже частично уменьшилось. Так что. Удобно. Взял. Сразу наколол. Ам. И ешь его. Вот. Ножом надо его пилить. О. А вот и дождик. А вот и дождик начинается. Ребята. Куда без него. Хотелось бы. Быстрее бы его. Это дело закончить. Ты смотри. Потому что у нас дожди. Всегда идут с запада. У нас запад. Вот там. Запад. И ветра. И дожди. Я никогда здесь не видел дождей с востока. Никогда здесь не видел дождей с востока. А запад у нас там. Ахайя. Иллинойс. В ту сторону. А в ту сторону. В обратную. Там и Нью-Йорк штат. Нью-Джерси. Вот. Это туда идет. Оттуда водя. Как-то оно закручивает его. Всегда. С той стороны идет. Там озеро. Канада. И оно с Канады бывает. Бывает мороз. Как задует. Все с Канады. Все Канада нам портит. Всю погоду. Но это портит нам Канада. Все оттуда выедет. Вот. Так что. Дождик мак. Видишь начинается. Хоть бы ненадолго. Не охота его долго с ним. С этим дождем сидеть. Ну ничего. Переживем. Переживем мы этот дождь. Ничего страшного. Трава просто уже прет. Трава прет конкретно. Вот на Бакьярде. Уже косить нам надо. Мы еще в этом году не косили. Да, Марк? Мы еще сезон не открывали. Косить траву. Соседи некоторые уже начали косить. Мы еще покождем. Пусть подрастает. Не. Просто грязь была. Может уже взяться бы и нужно. А вот дожди сейчас. Начнешь там грязь месить ходить. Не охота. С этой косилкой. Пускай чуть-чуть. Подсушится. Все таки уже может быть не будет. Такие дожди сильные. Ну ничего. Покосим. Так. Вот так. Вот так. Курица быстро делается. Курица раз, два и готова. Курица готовится просто, быстро и превосходно. Превосходно быстро. Так. Есть. Еще одна партия готова. Сейчас мы их будем вытаскивать. Вот она. Горячая. Вот она. Вот она. Вот она готовая уже партия. Вот. Два таких вот есть у нас. Видите. А? Красота. Да? Красота. Лепота. Лепота. Вот. Вот. Уже у меня. Уже у меня слюнки текут. Уже. Уже хочется мяса. Ребята. Хочется попробовать мясо. Вот. А. Хорошо. Хорошо. А я его еще хочу. Немножечко. Еще. Чтоб оно. Подрумянилось. Хочу чтоб подрумянилось. Вот. Их надо. Ладно переворачивать тоже. Вовремя. А как что? Потому что курица быстро делается. Чтоб она не прогорела. Не пригорела. Вот. Вот. Приходится бегать. С одной стороны. Туда-сюда. 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 Сейчас я его прикрою. Вот так. Вот. И оно уже. Она уже. Как бы готова. Но я хочу чтоб она. Подрумянилось немножко. Тогда она уже и готовая. И внешний вид у нее. Классный. Подрумянинный. Такой естественно. Подрумянинный. А вы знаете как в ресторанах делают. Такой. Берут горелку. Горелкой мясо. Подрумянили. И все. И вроде бы смотрится красиво. Но когда оно подрумянится. Естественным образом. Да еще с дымком. Оно пахнет. Аппетитно. Очень вкусно. Не только пахнет. Но и вкус хороший у него. Мясо со специями. Красота. Куриное мясо. В принципе. Мы жарим и такое мясо. И берем. И свинину. И навядину. Старики делаем. Свинина хорошо на желудок. Не так тяжело. Не так тяжело на желудок. Я не знаю. Все помещать наверное я не буду. Ветерок и ветерок. Ветерок. Сейчас надует. Так. Последние кусочки мяса. Я так не рассчитал. Немножко. Придется. Парочку. Парочку мяса. И вот так. На шашлык насадить. Последнее. Все. Ха-ха-ха. Последние кусочки мяса. Здесь я переверну. Вот. Буквально. Буквально 10 минут. Пожарилось. И уже. И уже наполовину. Уже все. Уже прожарилось. Ну курица. Уже прожарилось наполовину. Пожалуйста. Вот так. Вот так. Главное его. Равномерно распределить. И вот. Чтоб не пригорело сильно. Равномерно его распределить. Как глазурью хорошо покрывается. Обжаривается со всех сторон. Кулочка. И получается классная вещь. Классная вещь получается. Вот пожалуйста. Ну дождь. Ну дождь. Дождь. Вот. Я хочу быстрее вот это. Сейчас быстрее бы его все сделать. Накрыть его. Ну горячее. Я не накрою. Хотя бы отодвинуть. Потому что дождь с той стороны. Он капает. На это дело. Ну вот. Дождь пошел. Вот видите. Мокрое все. Вот. Тарахтит по крышке. По кастрюле он. Так может быть. С камеры. Так. Не особо то и может быть. И видно будет. Вот. Ну. Вот пожалуйста. Вот видите. Мокрое все. Он оттуда войдет. Вот пошел. А? О! 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 Дружки хорошие. Вот такая гадость. Такая некрасивая. Мне тут осталось дожарить пару шапыков. А мне такая подлянка. Вот уже. Вот уже. Вот уже. Вот уже. Вот уже. Вот эти уже готовые. Ну ничего. Нас так просто не испугаешь. Угу. Вот пошел. Попер. Попер. Ну. Ну. Вот подлец. Ой. Подлец. Подлец. Западло по нашему. Западло. Ох. Ёлкин рыба. Ничего. Ладно. Разберем. Ох. Ничего. Ох. Именно. Ох. Ох. Осия. Ох. Н navigation. Ух.